всем привет спасибо как всегда говорю всем тем кто пишет комментарии под моими замечательными монологами всем тем кто оказывает материал материальную поддержку каналу и напоминаю вам о том что существуют на канале плейлисты в которых очень много 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 всего если вы какую-то пластинку желаете увидеть в моих руках то посмотрите сначала в плейлисты может быть эта пластинка уже в моих руках побывала потому что там достаточно много пластинок но осталось значительно больше несопоставимо больше поэтому все еще впереди ну а сегодня я хочу вспомнить пластинку которую слушаю очень редко очень редко но с большим удовольствием если от пластинок которые я слушаю чрезвычайно редко но без удовольствия просто чтобы удостовериться в том что они мне действительно не нравятся но я держу из приступов ностальгии которые одолевают меня порой например не буду нет не буду называть 1 отдельный отдельный ролик запишу или ролики об этих пластинках которые мне активно не нравятся но стоят у меня на полках вот это не по ностальгии слушаю достаточно редко потому что знаю очень хорошо и получаю удовольствие каждый раз когда возвращаюсь к этому альбому 1 ладзеппелин да никто не ошибся это переиздание у меня оригинала у меня нету но переиздание такое очень хорошее виде тройника я кажется его показывал когда бы в гостях у дмитрия юрича уже первый альбом целиком и плюс еще два диска на которых записан концерт в париже в олимпии собственно говоря 10 октября 1969 года и здесь все хорошо и good times bad times communication breakdown you shook me heartbreaker day stand confused white summer black mountain side моби дик айкен курики baby how many more times 69 год об этом концерте я поговорю отдельно потому что он большой стоит того чтобы о нем поговорить я думаю что в интернете если у вас нет винилового винилового диска вот этого я думаю что в интернете этот концерт можно будет найти послушайте поделимся впечатлениями ну а первый альбом как я уже и говорил на встрече с дмитрием юрьевичем совершенно не похож на ладзеппелин и он мне сначала когда я был юн еще совсем и впервые услышал эту пластинку она мне дико не понравилась потому что я уже слышал 4 ладзеппелин 2 я очень любил а это совсем было не похоже это совсем как бы не та группа вообще как бы не ладзеппелин какой-то просто блюз сплошной как мне тогда показалось а а блюз я тогда не очень не то чтобы не очень любил я я вообще ничего этой музыки еще не понимал собственно был был совсем еще дитя советский подросток который любил диппеппел слэйт битлз уже безусловно был как бы на первом месте битлз роллинг стоунс диппеппел ладзеппелин тяжелый настоящий тоже был фаворе ну и так далее назарет там и все все вот это все такое прочее что любили советские школьники 70-х годов прошлого века и потом только с годами я стал как-то в эту штуку въезжать а когда погрузился в блюз так крепко глубоко с головой то здесь нашел много 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 радости и много-много радости детишкам принесла эта пластиночка группы в диппелин ну в англии тогда блюз играли не то чтобы все но много громко часто и с большим удовольствием и музыка это было очень модной все продвинутые парни студенты не но такие модники они все перлись от блюза все ходили на концерты черных артистов которые приезжали в европу и в англию в то в том числе зарабатывать деньги поскольку в америке и черным артистам сложно было существовать в те годы все у расизма даже что тут скрывать расизм процветал в общем и надо сказать что я замечал этот расизм и в 90-е годы когда был в америке в глубинке без ярких проявлений но такие вот точечные словечки взгляды по отношению к черным парням в глубинке америки проскакивали я это видел отчет его совершенно но сейчас не об этом в общем блюз был модный в англии а артиста которые образовали группу led zeppelin умели играть хорошо играли с удовольствием и до момента образования группы led zeppelin переиграли блюза в достаточном количестве умели это делать эту музыку знали любили и естественно стали играть как и все остальные стали играть блюз джон боном роберт плант джимми пейдж и джон пуль джонс записали альбом сколько же а сколько дней по моему 5 по моему 9 дней по моему они писали его если я не ошибаюсь и общее время записи было около 30 часов то есть на самом деле это конечно мало но не так уж мало то если исходить из того что нормальная сессия звукозаписи вот такая нормальная сейчас в принципе это 4 5 часов после пяти часов уж уж и уже забиваются уже переставишь слышать все правильно можно можно и 12 часов сидеть в студии можно и круглые сутки как rolling stone записывали свои альбомы и beatles и и и много много кто потому что ну записываешь как студия есть пошел писать вот пока она есть надо писать 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 потому что завтра в тур уезжаем и дальше будет некогда ну или наоборот там оттягиваться курить разные сорта табака выпивать закусывать принимать друзей гостей веселиться и параллельно записывать музыку ну а в принципе так профессионально но 4-5 часов это все это все дальше качество уже стремительно начинает падать всего то что перестаешь 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 слышать в общем будем считать что за 5-6 смен был записан альбом и вот тем кто считает джимми пейджа плохим гитаристом я подмигну парни 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 где же ваша сила нету ее равно как и ушей но даже не в не ушей а понимание музыки наверно просто понимая рок-музыки вам вам не надо слушать рок тогда вам надо идти в консерваторию слушать академических музыкантов классических гитаристов там все это все это правильно сыграно да и вот это все а рок-музыка другу это другое как говорят когда это определенная часть общества который я не принадлежу это другое действительно другое другой совершенно подход друг 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 друге требования другие каноны а канонов практически нет в рок-музыке поэтому как и рамок тоже в общем все хорошо прекрасная получилась история блюзовая настоящая модная британская музыка хотя критики приняли альбом очень плохо сначала и сказали что это вторая просто джефф бэк-групп действительно местами очень похожи на джефф бэк-групп но абсолютно по другому и в этом заслуга на самом деле джимми пейджа то что это состоялся и стал таким какой он есть это джимми пейдж он выступил как продюсер и сделал звук которого не было ни в англии не в америке нигде вообще в то время 69 году были мощнейшие группы да была группа крим до этого до была группа флитвуд мэк который громыхала на концертах не не слабее чем ладзеппелин по качеству по плотности по блюзовости по всем делам но такого звука на пластинке никто не достигал джимми пейдж совместил здесь ambient психоделию во все во всех проявлениях тяжелый рок том понимание в том прочтении которого тоже так тяжелый рок тоже никто так не играл и блюз конечно преобладает здесь преобладает как платформа но на этой платформе все остальное строится и звук джимми пейдж накрутил такой что во первых все слышно во первых во вторых так громко записана ритм секция барабан и бас так она лезет вперед в хорошем смысле этого слова но не перекрывает ничего остального в этом заслуга опять-таки продюсера и аранжировщика джимми пейджа аранжировки выставлены таким образом что гитарный тембр не душит нет вот этого перегруза адского как у джимми хендрикса да когда гитара и обожаемого мной обожаемого но там совершенно другой звук до на последних записях он уже менял палитру но в общем не давит гитара частоты не пересекаются ни с голосом не вниз барабанами не с железом барабанным да все все существует отдельные все прекрасно слышно все очень прозрачно в этом заслуга конечно гитариста тоже гитарой он мог убить все сразу сразу все звучание с смять скомкать и был бы совершенно другое ну и аранжировки тоже все разрежено все все существует сыграно пауза сыграно пауза сыграно пауза но при этом все плотно мощно драйвово и это прекрасная находка продюсерская пейджа он молодец он монтаж гитарист великолепный еще и замечательный продюсер так выстроить пространство это с ума сойти но good times bad times сразу вперед тяжелым ракеш ником до чудесная короткая гитарная соло пейджа которая сразу говорит о том что парень этот гитарист прекрасный фразировки очень интересные несмотря на то что две гаммы он прогнал сначала снизу вверх потом сначала снизу вверх да потом сверху вниз два раза прогнано но во первых гаммы все равно не не стандартно там там нотки проскакивают отдельный а до этих гамм он очень интересно наиграл очень 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 своеобразно скажем так в общем здорово baby i'm gonna live you изумительная демонстрация того что на акустической гитаре можно сыграть тяжеленный 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 свинцовый рок критики пишут что альбом записан практически почти без наложений почти в живой записан в живую на с кучей наложений гитарных с кучи потому что baby i'm gonna live you там но три или четыре гитары там три там точно играют гитары две акустики и электрическая там пикает пиликает сзади но такое ощущение что там все четыре существуют гитару потому что там там такая плотность такой плотняк на акустической гитаре дать ну среднем секции конечно то есть совсем не обязательно включаться в маршал с примочками и зарубать с педалью crybaby там все вот это чтобы ревела можно и на акустике тяжелее кодать юшукми прекрасно ну baby i'm gonna live you это камер да если кто не знает юшукми тоже произведение не родное тоже это вилли диксон и сделано так как будто это играет maddie waters на гитаре но только приехавший в лондон и получивший карт-бланш на все-все-все обработки и и его заставили включить все возможные обработки и он выдал такую штуку ну конечно прекрасный дуэт гитары с голосом все знают до переклички вот эти вот перед переклички days and confused то же самое продолжение юшукми и вот кстати вот это слияние юшукми и days and confused ощущение такое что настолько музыкантов проперло хотя это приклеено конечно все но настолько проперла они получают такое удовольствие от совместного музицирования их так друг от друга тащат это слышно просто они они вот они чувствуют все все чувствуют сливаются друг с другом звуки и вот в days and confused это очень кайфово да и без клика все это записано я уверен что никакого клика как сейчас пишут наши артисты ничего там близко не было потому что days and confused джимми пэйдж играет риф немножко сзади чуть-чуть отстаёт чуть-чуть как будто бы не попадает да вот этот самый клик а когда начинается тут вот эта вот часть вся группа летит вперед сразу чуть-чуть как децл чуть-чуть сдвигается вперед мимо на над кликом до отсутствующим и это такое дыхание так это кайфово и вообще я вообще противник записи в клик вот это все убивает сразу хотя все это как бы становится приличненько модненько на радио все хорошо да но вот послушайте эту запись если не слышали никаких кликов все живет все дышит и при этом все ровно нормально но чуть-чуть где-то вот где-то чуть-чуть не попадала в метр это очень хорошо так и надо your time is gonna come на второй стороне единственная песня которая мне здесь не нравится она очень традиционная очень такая как все а вот i can't quit you baby гениальнейшее блюзовое соло на гитаре и почему я в майке джимми хендрикса потому что пейдж сыграл также как играл хендрикс то есть он заставляет гитару говорить человеческим голосом гитара вступает в дуэт с робертом плантом плант поет а гитара не может никак заткнуться какая-то баба которая все время болтает и так так здорово так это все художественно сделано он играет фразу блюзовую раз нотку одну не доигрывает знак вопроса ставится да а потом после после фразы планта отвечает сам себе и начинается такой разговор такой диалог сумасшедший это очень очень здорово ну и фразы конечно которую он играет это что-то немыслимое никакой блюзмен ничего такого подобного не играл никогда в общем 1 ладзеппелин шикарнейшая блюзовая роковая психоделическая ambient hard пластинка пошел пить пока